Для начала небольшой опрос. Если кто знает, поднимайте руку. Кому известна вот эта картина, кто знает, что это? То есть название, автор? Отлично, молодцы. Кому она знакомой, кажется? Там или хотя бы по стилю, может вы можете предположить, кто автор? Давайте скажем, кто автор? Ван Гог, Винсент Ван Гог. Это картина спальни в Орле. Сейчас у нас синхронная была активность порядка 60 пар гиппокампов. Мы все сидели, вспоминали, знакомы нам или нет. И это первая функция гиппокампового вспоминания. Чем еще интересна эта картина для нас? Она показывает место. Мы точно знаем, что это комната. По каким-то конкретным ориентирам мы понимаем, что здесь расположено, в какой она изометрии и так далее. Это вторая функция гиппокампокартирования местности, в которой мы находимся, и создание, сознание того, в какой части этого места находимся мы. Ну и третья часть, которая связывает эту картину с нашей сегодняшней темой, это то, что голландский художник-постимпрессионист Ван Гог страдал от височно-даревой эпилепсии, очаг которой, часто расположен как раз гиппокампе. Итак, гиппокампы. Первая часть — это рабочие лошадки, которые расположены у нас в глубине мозга. Гиппокамп — это парная структура, относится к древней коре. Подавляющая часть остальной большой полушарии у нас является новой корой, так называемой, имеет немножко другую структуру. Как вы видите, у крысы и у человека по размерам они достаточно сильно отличаются, вот по строению — не очень. Размер гиппокампа у человека по отношению к новой коре гораздо меньше, потому что у нас она гораздо лучше развита. Почему гиппокамп? Гиппокамп — гиппокампус с древнегреческого. Это морской конёк. Это было такое мифическое существо, которое наполовину конь, наполовину рыба, и это странное животное запрягалось в колесницу Посейдона. Потом в честь него назвали вот эту рыбу в странной форме. Ну а так как гиппокамп наш внутренний на неё очень похож, то, собственно, его точно так же и назвали. Такая вот странная генеалогия. Если мы морского конька нашего разрежем поперёк, что достаточно часто делается учёными, то увидим вот такую красивую структуру в виде рулона. Вот эту картинку в 1888 году великий итальянский морфолог Камило Гольджи, используя свою прорывную технологию, получил, окрасив нейроны гиппокампа. Да, кстати, нейроны. Сделал небольшой интерлюд, для того чтобы люди, которые разбираются немножко в нейрофизиологии, которые не разбираются, немножко уравнялись в шансах понять сегодняшнюю лекцию. Что мы знаем о нейронах? Это главные клетки нашего, наши нервные ткани, принципиальные клетки, выполняющие основную её функцию проведения, возбуждения и передачи контроля сигнала. Есть ещё клетки глии, они выполняют вспомогательную функцию, но они тоже немаловажны, как оказывается. Что мы знаем из строения нейрона? Он состоит из большого количества отростков, тела нейрона. Часть отростков покороче, они очень сильно ветвятся, мы их называем дендритами. Вместе с телом они формируют серое вещество головного мозга. Это вот достаточно известная такая фраза, я думаю, она у вас тоже в памяти вспоминается. Один отросток обычно очень длинный, покрыт часто оболочкой, белый – это аксон. По дендритам нейрон получает обычный сигнал, по аксону передаёт его дальше. Аксоны в совокупности формируют белое вещество мозга, это проводящие пути. Вот так, если увеличить кусочек новой коры мозга, можно увидеть вот такое при окрашивании нейрон. Как видно, тут дендриты и тело, а к центру мозга идёт тоненький аксон, который будет формировать эти белые пути. Что важно, нервная ткань передаёт сигналы, как она их передаёт. Считается, что, ну, наверное, такие люди, которые уже немножко отошли от школьной программы, они думают, что это электрический ток. Вообще, на самом деле, это не совсем так, это гораздо сложнее, это очень сложный процесс. Все клетки у нас имеют немного более отрицательный заряд внутри, чем снаружи. А нейроны и ещё некоторые другие клетки над него унаживаются, они, если получают сигнал, который дестабилизирует эту разность потенциалов, могут лавинообратно её передавать дальше. Это называется нервный импульс. То есть, видите, вот сам нервный импульс – это такое волнообразное изменение полярности заряда мембран. Значит, если мы запишем в какой-то конкретной точке, то он вот такую форму и приобретёт. Это и есть тот самый нервный импульс. То есть, если мы запишем на протяжении достаточно долгого времени импульсацию отдельного нейрона, то будет такая картина, которая называется нейрограмма. Какую-то часть из них составляет импульсная активность, и импульсы не обязательно должны идти как-то равномерно, они могут формировать так называемые пачки или паттерны комплексной активности. Нейроны соединяются между собой синапсами в огромные сложные сети, передавая сигналы от одного нейрона через синапсы, другие. Общее количество нейронов в нашей нервной системе – порядка 100 миллиардов. Ну, по разным подсчётам, от 80 до 100. Количество синапсов этого нейрона может доходить ещё до миллиардов. То есть, это невероятное количество, которое заставляет некоторых не очень, наверное, физически образованных людей, нейрофизиологов в том числе, думать, что количество синапсов в нашем мозге больше, чем количество частиц во Вселенной, что, конечно же, невозможно. Ну, их очень много, мы не можем представить такую картину, количество. Синусы могут как возбуждать нейрон, к которому они подключаются, так и тормозить его. По алгебраической сумме всех синусов, которые подают сигнал в нейрон, он решает, передавать этот сигнал дальше или нет. Если возбуждающих ходов гораздо больше, чем тормозы, он передаст. Наоборот, не передаст. Объединяя сети, вот здесь тормозные нейроны показаны белыми, возбуждающие чёрными, нейроны формируют так называемые небольшие сети, которые так или иначе контролируют друг друга. Если объединять эти сети ещё дальше, то есть смотреть уже более шире, то шире образуются целые огромные нейронные сети, включающие сотни, миллионы нейронов, контролирующие различные процессы. Теоретически, раньше, ещё несколько десятилетий назад, всё думалось, что все нейрофизиологи, учёные, психологи думали, что нейрон является функциональной единицей нервной ткани, она же является и психологической, скажем так, единицей. Поэтому можно было бы встретить вот такую идею, что у нас есть клетка, которая запоминает нашу бабушку, что действия в нервной системе локализованы, что обработка идёт информацией последовательная. Мозг наш — это компьютер, который запрограммирован, полностью детерминизирован, и он достаточно устойчив. На самом деле немецкий физик-теоретик Герман Хакен, который разработал синергетику науку самоуправления, приложил руку и к нейрофизиологии, и указал, что на самом деле всё наоборот. И главной функциональной единицей является как раз именно нейронная сеть. Действия в нервной сети делокализованы, то есть нейроны распространены по всей нервной ткани мозга. Действия определяются как случайными событиями, так и запрограммированными. Наш мозг — это не компьютер, это скорее самоорганизующаяся динамическая система, которая находится постоянно на пороге нарушения своего равновесия, как и любая динамическая система. И вот сейчас мы переходим, знакомившись, вспомнив, что такое нейроны и нейронные сети, мы перейдём к основным функциям. Картограф. Очень хороший способ понять, что такое картирование и пространственная память, процессы, которые происходят в гиппокампе у нас постоянно, в том числе и сейчас, это вспомнить о том, как в компьютерных играх используются небольшие такие мини-карты, которые связаны с глобальной картой той местности, где происходит игра, и которая указывает направление игрока, расположение основных каких-то ключевых точек, скорость его движения, в том числе по отношению к этим точкам, и какую-то минимальную решётку, позволяющуюся компьютеру определить, где конкретно игрок сейчас находится, и как ему взаимодействовать с другими игроками. Вот что-то подобное, судя по всему, формируется и у нас с помощью работы разных типов клепок в нашем гиппокампе, выполняя одну из его функций. Значит, если мы вспомним разрез нашего гиппокампа, немножко другая схема, которая показывает, что он в принципе нейроны в нём расположены в виде петли. Из слоя гранулярных клеток, зубчатой извилины, она идёт по амоновую рогу и переходит через основание гиппокампа в энтеринальную кору, которая связывает его с остальной частью мозга. И вот здесь энтеринальная кора замыкается обратно, посмотрите на зубчатую извилину. Вот эта петля, она уже очень хорошо исследована нейрофизиологией. Считается, что способность обрабатывать и консолидировать информацию возможно именно из-за того, что информация постоянно циркулирует в гиппокампе по этой петле, переходя и синхронизируясь с другими участками мозга. Первые клетки, которые доказали, что гиппокамп принимает помимо участия в образовании нашей памяти ещё и в картировании местности, это клетки места, которые были открыты Джоном Укифом, британским учёным, за что он, собственно, получил в 2014 году номерскую премию. Что он сделал? Он делал то, что до него, в принципе, уже делали. В живой крысе имплантировался электрод гиппокамп. Гиппокамп, он, я, как говорил, уже немножко по-другому у крыс расположен, что позволяет погрузить электрод, который записывает активность конкретного нейрона в гиппокампе. При этом крыса спокойно себе ползает по своей клетке, ну, как терминатор, вот с таким странным, сейчас какие-то беспроводные, наверное, технологии уже подключены. Ну, тогда это в виде такого вот странного прибора получал. Что он сделал? Мало того, что он это всё сделал, он посадил её вот такую простую коробочку и начал записывать импульсную активность отдельного нейрона гиппокампа. К чему это привело? Он заметил, что отдельные нейроны, которые он записывает, они начинают активироваться, как только крыса подбегает к какому-то определённой части этой арены. Были идеи о том, что, возможно, тут влияние стресса, влияние наблюдателя, влияние еды, которая расположена где-то, или каких-то запахов. Различные эксперименты, какие только можно было придумать, у Кирса своим аспирантом провёл, отметая все вот эти предположения. Единственный вывод, который он сделал, мозг гиппокампа крысы просто пытается таким образом показать, что крыса находится именно в этом месте. Дальше больше. Решили записывать не одну клетку, а сразу 10, 20, здесь их, по-моему, 49. То есть вот каждый такой квадрат, это по сути репрезентация вот этого нашего лабиринта. Вот этот нейрон, он импульсирует, импульсирует, как крыса подбегает к этому месту. Этот нейрон импульсирует в разной степени, посмотрите ещё, с разной частотой, когда крыс находится где-то в этой области. И так далее. Накладывая один, синхронизируя активность всех этих нейронов вместе, гиппокамп как бы создает себе карту, подобно тому, как базовые станции операторов мобильной связи помогают по разности сигналу нашего мобильного телефона достаточно точно без GPS, включённого в телефоне, как вы, наверное, замечали, определить, где мы находимся. Приблизительно то же самое происходит в нашем мозге, благодаря клеткам места. У Кифа показалось этого мало. Это было в 1971 году, и он решил, что одних только клеток места недостаточно, чтобы понять, где и как находится на площадке крыса. Он тогда ещё предсказал, что должны быть клетки, которые должны определять границы обозримой области. Ну, допустим, у нас сейчас это стенки. Вот те люди, которые стоят возле стенок, они, по сути, чувствуют в гиппокампах 100% есть клетки, которые вот так вот импульсируют, потому что, давая понять мозгу, что они находятся у границы той области, в которой они сейчас находятся. То есть эти клетки были названы клетками границ. Другие клетки — это клетки направления головы, импульсация в которых меняется в зависимости от того, куда поворачивается голова у нас, находясь в этом пространстве. Это тоже дают животному или человеку понятие о том, в каком положении он сейчас находится. У нас эти клетки работают как бы в 2D-системе, но если мы берём летающих животных, эксперименты проводились, скажем, на летучих мышах, то там всё это работает в 3D-системе. Они ещё и угол наклона вниз получат. Нам это, в принципе, по большому счёту не нужно. Очень много разных клеток, они записывают разную активность, но кто-то должен всё это объединять. Идея этого витала в воздухе очень давно, в 2005 году супруги Мозоры записали активность в интерринальной коре, это тоже часть, которая относится к гипокомпальной формации, и нашли решётчатые нейроны. Решётчатые нейроны, они, в отличие от клеток места, которые импульсируют в какой-то части области, в которой мы сейчас находимся, они начинают импульсировать в нескольких областях, создавая вот ту самую гексагональную структуру, которая позволяет определить, в какой именно части этого пространства мы находимся. То есть если крыса у нас из этого угла перебежит вот в этот, то нейрон раз, два, три, четыре раза проимпульсирует с равным расстоянием между вот этими активностями. Таким образом создаётся как бы решётка того пространства, в котором мы находимся. Самое интересное, что если пересадить крысу в соседнюю клетку, которая побольше, расстояние между этими узлами увеличится, то есть вся эта система ещё и масштабируется. Ну, собственно, за это открытие им также дали в 2014 году вместе с УКИФом Нобелевскую премию. Ну, они на этом так же, как и УКИФ, не остановились. В 2015 году открыли клетки скорости. Мы не фотоны, поэтому мы можем, в принципе, одновременно понимать, где мы находимся и с какой скоростью мы при этом движемся. То есть нет, в принципе, неопределённости. И вот есть у нас нейроны, тоже гипокомбальной формации, которые определяют, с какой скоростью мы двигаемся. А Мозеры посадили крысу в автомобиль по типу Фреда Флинстона, когда там ногами приводится в действие всё это движение, и накрыли всё это клеткой, чтобы крыса не видела, что вокруг идёт. Только клетку они двигали не как Фред Флинстон, а заставляли её двигаться вот такими тяжами. То есть крыса двигалась с определённой скоростью. Единственное, что влияло на активность этих нейронов скорости, которые они тоже записывали у живой крысы, это именно скорость передвижения. Таким образом, у нас гипокомб позволяет определять место, в котором мы находимся, направление нашей головы, то есть ту часть, которую мы видим, границы этой области. И всё это вместе консолидируется с помощью решётки. Вместе позволяет создавать виртуальную карту того пространства, в котором мы находимся. То есть это первая и очень важная функция нашего гипокомба. Часть вторая – архивариус. Важная функция гипокомба – это именно перевод памяти, то есть запоминание, по большому счёту. В известном фильме, я бы даже сказал, наверное, культовом, фильме Кристофера Нолана «Мемент» или по-русски «Помни», главный герой страдал после травмы головы странной болезнью, при которой он не мог запомнить информацию дольше, чем на 10-15 минут. Это, в принципе, лежит в основе сюжета. И он постоянно встречным и в монологах спрашивал всех, рассказывал ли он уже кому-то свои болезни. Запомнить какую-то информацию дольше 15 минут ему помогали. Фотографии, записи, татуировки. Ну, помогало это, конечно, не всегда. Иногда играло в него. Я думаю, что Кристофер Нолан впечатлился этой идеей по судьбе сложной и интересной, в то же время судьбе вот этого человека. Это Генри Густав Моллесон. В возрасте 27 лет ему сделали операцию, потому что он страдал очень тяжёлой формой эпилепсии, как я уже говорил, которая локализуется в гиппокампе. И, ну, хирурги такие, достаточно жёсткие врачи у нас обычно, без обид, они решили удалить полностью два гиппокампа. Чего уж делать? Ну, эпилепсии вылечим. Вылечили, действительно вылечили, только он, как и герой предыдущего фильма, перестал запоминать что-либо более чем на 10-15 минут вперёд. Конечно же, сам он жить уже не мог. Ему предложили жить в клинике, где, вот, кстати, участок мозга, который мы вылезали, достаточно большой, здесь во второй полушарии, это здоровый мозг, так выглядит. Ему предложили жить в клинике, где он любезно никогда не отказывался от того, чтобы помогать исследователям понять суть его болезни. Вот два исследователя, Брэнда Милмер и Сузан Хоркин, они очень много времени провели с Моллисоном и, по сути, построили свою карьеру на исследовании его психологии и его физиологии. Ему давали разные тесты, задавали разные вопросы. Вот здесь, допустим, он должен был перерисовать сначала какой-то сложный рисунок, а потом его воспроизвести. У него это, естественно, через час никогда не получалось. Честно говоря, он даже не помнил, что он какой-то рисунок рисовал. Всё, что он мог вспомнить, это то, что было с ним до момента операции. После этого он мог вспомнить эпизодическую память только в случае, если она появилась в его мозге не раньше, чем 10 минут назад. 10-15 минут где-то так. Что самое интересное, эпизодическая память, то есть память о событиях каких-то или каких-то знаниях у него не сохранялась. А вот память процедурная, это те навыки и действия, которые мы изучаем, у него отлично формировалось. Его учили ровно писать линии внутри вот этой фигуры, и в течение трёх дней он отлично этому научался, не совершая в конце никаких ошибок уже. То есть из чего у следователей сделали вывод, что вот эта вот процедурная память, она, наверное, к счастью для него, гиппокампом никак не контролировалась. Какая же память у нас бывает кратковременная? Те, кто не знал, что это за картина, кто автор её был? Кто помнит? То есть я спрашивал тех, да, кто... Я думаю, что есть, наверное, люди, которых всё-таки забыли, да, уже хоть и помню. То есть вот прошло, да, 15, я вижу, там, минут, даже уже больше, и, ну, не задержалась память, ничего страшного, сейчас задерживаться, да. Долговременная память – это, ну, допустим, день вашего рождения, вы этого не забудете, наверное, уже никогда, да. И, ну, есть всё-таки промежуточная память, именно здесь ключевую роль играет и пакампом. Допустим, что ели сегодня на завтрак. Я думаю, что все помнят и достаточно подробно, что они сегодня ели. Ну, через неделю, если я вас то же самое спрошу, вы не вспомните уже. Потому что промежуточная память у вас не перешла в долговременное. Ну, зачем запоминать каждый завтрак. Перевод памяти из кратковременной, которая хранится секунды или минуты, в долговременную называется консолидацией. А кратковременная память у нас находится в нашем неокортексе, в нашей основной горе. Она там циркулирует 10-15 минут, и если, в принципе, она нам неинтересна, не задержалась, то она и исчезает оттуда. Мы забыли, кто такой, кто написал картину, ничего страшного. Другой раз помнят. А если все-таки это влияние какое-то очень сильное, то кора начинает навязывать гиппокампу. Гиппокамп, он, посмотри, это интересная информация. Он перенимает от нее сигналы и начинает циркулировать по своим петлям постоянно эту информацию. Если этот процесс идет достаточно долго, то происходит консолидация, и гиппокамп начинает переучивать другие участки коры. Ну, смотри, надо это заполнить. И потом начинается долговременная память, когда гиппокамп уже в этом плане неактивен. То есть это гиппокамп-независимая память. Она хранится у нас уже всю жизнь, и мы можем в любой момент ее оттуда достать. Куда-то у нашего рождения или еще что-то. Как помочь переводить память из кратковременной в долговременную? Прежде всего эмоции. Надо заставить гиппокамп постоянно обрабатывать эту информацию. И когда с нами что-то плохое или хорошее происходит, мы постоянно, сознательно или нет, перекручиваем этот процесс с нашей памяти, в результате чего наш мозг понимает, что она для нас важна, и мы ее запомним. Внимание, концентрация внимания — это отсечение всех тех вещей, которые нас не интересуют. То есть нам надо готовиться к экзамену, то мы должны вообще-то по-хорошему все выключить, отключить и сконцентрироваться. Тогда мы лучше запомним. Ассоциации. Запоминать пустой набор слов гораздо тяжелее, чем запоминать поэму, допустим, или стихотворение, потому что они будут связываться с нашими предыдущими воспоминаниями, их легче будет интегрировать в нашу память. Сон. Считается, что сон — это очень важный период. Вы помните, да, что у нас промежуточная память длится порядка суток, поэтому спать очень важно, достаточно много, чтобы она во время сна как раз переходила в долговременную часть из гиппокампа в нашу кору. Ну и повторение. Куда же без этого? Причем, чем чаще, тем лучше. Как видите, без повторения человек в среднем забывает в течение 6 дней какую-то информацию. Если каждый день ее повторять, то уже через 3 дня она практически не затухает. Повторение лучше проводить с нарастающими интервалами через 20 минут, через час, через 8, через день, через 3. Четвертая часть. Особенность гиппокампа в том, что в нем восстанавливаются нейроны. Нам все время говорили, что нервная ткань не восстанавливается. Это достаточно расхожая фраза. Это действительно во многом так, в плане того, что обычные нейроны на самом деле не часто делятся. Они жутко специализированы. Вот эту страшную структуру с кучей отростков непонятно, как можно разделить пополам. Восстановление нервной ткани в целом до определенного периода считалось нонсенсом в нейрофизиологии. И считалось, что человеку отмерено эти миллиарды нейронов. Их и так много. Все равно мы умрем, скорее всего, от чего-нибудь другого. Но тем не менее, в течение последнего времени было найдено 2 зоны в мозге человека. И в том числе сначала, конечно, в мозге крысы, в которых происходит взрослый нейрогенез. Первая часть – это гиппокамп. Вообще, надо сказать, что нейрогенез – это проблема, потому что оценивать его тяжело. Все мы знаем, что есть такие страшные болезни, называются нейродегенеративными. Одна из самых изученных и на слуху. Это болезнь из геймера, которая характеризуется образованием так называемого амилоидного белка, который разрушает, убивает клетки. И постепенно, посмотрите, происходит иссушение серой ткани. Обратите внимание, белое вещество практически не уменьшается, а серо уменьшается. Это говорит о том, что нейроны отмирают, их количество отростков уменьшается. Нервные, когнитивные и другие функции нашего мозга сходят на нет. Самое интересное – вот наш гиппокамп. Здесь его практически не видно уже. Первое, что страдает от болезни ацгеймера – это гиппокамп. Первые симптомы болезни ацгеймера, конечно, это симптомы не только этой болезни, поэтому не стоит сильно этого бояться, но это серьезная и, скажем так, выделяемая динамика и нарушение кратковременной памяти, когда человек постоянно начинает что-то забывать. Ну, это можно сказать рассеянность в течение нескольких лет, стрессы и прочее. Потом через какое-то время оказывается, что гиппокамп уже уменьшил свои размеры. Проводилось исследование о том, как уменьшается количество серового вещества у якобы здоровых людей. Оказалось, что, допустим, гиппокамп с возраста 30 лет до 80 уменьшается на 14%. Честно говоря, для мозга это не такое же большое падение. Были случаи, когда документировались люди, у которых мозг уменьшился по причине гидроцефалии на 70% в объемах. Человек имел лакейс 75. Честно говоря, как было в одной лекции, с полным мозгом есть люди гораздо глупее, чем тот, у которого мозг составлял 30% от нормального объема. Поэтому вот в эту группу, скорее всего, все-таки включены люди с недиагностированными нейродегенеративными заболеваниями. Потому что только в последние десятилетия к этим болезням, до того, что остальные уже достаточно хорошо лечатся, особенно в развитых странах, уделяют этим болезням больше внимания. Еще пару слов про болезнь из геймера. Так как гиппокамп является первой ее мишенью, очень часто мы можем слышать сообщения про бабушек, дедушек, которые вышли из дома и забыли, и потерялись. Теперь понятно, почему они потерялись. Потому что гиппокамп это не только память, но это еще и ориентация в пространстве. Они просто из-за того, что у них не хватает возможности ориентации, быстро теряются. Поэтому таких людей, конечно, оставлять в одиночестве, но долго нельзя. Тем не менее, идея о том, что у здорового человека, не болеющего, достоверно дегенеративное заболевание, разрушение нейронов, гиппокамп происходит, они противоречивы. Одни исследователи говорят, что да, у здорового это происходит. Другие говорят, что нет, не у всех далеко. Но это процесс достаточно такой спорный, поэтому здесь еще будут исследования. Тем не менее, гиппокамп защищен в каком-то смысле от этих воздействий, потому что как раз в нем, в области зубчатой извилины, происходит постоянное образование новых гранулярных клеток, которые связываются с остальными клетками гиппокампа. Вот она петля. И создают новые нейронные сети. Этот процесс активно происходит, когда мы стараемся что-то запоминать. Исследуем новые пространства, знакомимся с новыми людьми. Какой вывод можно сделать? Что делать, чтобы стимулировать свой нейрогенез? Все очень просто. Читаем книги, путешествуем, знакомимся с новыми хорошими людьми, и все будет хорошо с нашей памяти. Но будем надеяться, что нас все болезни обойдут. Спасибо вам за внимание. Я хотел бы в конце просто дать совет кому-то, если интересно, в таком научно-популярном ключе разные проблемы, касающиеся не только памяти, но еще и различных других понятий, которые связаны с мозгом, и которые на самом деле уже объяснены не только психологами, но и нейрофизиологами, именно клеточных уровнями. Вот такую книгу нидерландского нейрофизиолога Дика Слаба, которая называется «Мы – это наш мозг». Он утверждает, что в принципе наш мозг – это и есть мы. Ну такая все-таки пока спорная идея. И здесь не только вопросы памяти, но и проблемы, связанные с определением пола, отношение к религии и разные эволюционные вопросы. И все это связано именно с работой мозга. Это не какие-то такие абстрактные, отрешенные вещи. Спасибо. Ну и сейчас вопросы есть. Вы рассказали, какие действия половиновые на способность лужика к запоминанию, а какие ответственности на период? Ну и что нельзя делать, чтобы память не научилась? Спасибо. Ну да, актуальная информация. Вы имеете в виду вообще в долговременной перспективе или когда вам что-то нужно выучить? Ну когда что-то выучить? Долговременной. Ну разные химические вещества прежде всего. Алкоголь – это первое. Ну наверное всем известно, что кто-то там когда-то очень сильно много пришел домой и не помнит мало того, что было, так он еще и не помнит, где он. Опять же, две вещи. Ориентация, память выключается. Почему? Потому что алкоголь усиливает тормозные процессы, в том числе гиппокамер. Более того, когда человек достаточно много выпьет, иногда бывает такой случай, он, конечно, хочет поговорить, и он говорит какую-то длинную речь. Наступает момент, когда он забывает, о чем он говорил. Как вы думаете, почему? Потому что не произошло консолидации, гиппокамер уже спит, в коре что-то осталось, но он уже не помнит. Так же, как и герой нашего фильма, он просто забыл уже, о чем он говорил. Ну это ничего не остается, просто развести и пойти спать. Прежде всего, конечно же, алкоголь. Корсаковский синдром, описанный русским ученым Корсаковым, это разрушение гиппокампы. Нарушение кратковременной памяти у людей злоупотребляющих уже. Там уже идут органические нарушения, не только в гиппокампе, но и вообще в сервисество страдает. Ну наркотики тут долго не будем обсуждать. Практически все убивают нервную ткань, рано или поздно. Немножко реабилитируем, наверное, канабиноиды все-таки. Потому что доказано, что они наоборот обычно потенциируют, оказывают противовоспалительный эффект. И в небольших дозах контролируемых они используются, в том числе и при, ну я бы не сказал, что это лечении, облегчении болезни нейродегенеративных, в том числе и альцгеймеров. Курение доказано абсолютно, что мешает памяти. Прежде всего потому, что нарушается микроциркуляция, в том числе и в нервной системе. Ну и плюс никотин это стимулятор. Ну тут тоже долгий разговор. То есть вот так, в основном это какие-то химические учета. Плюс очень важно это стресс. То есть когда нам говорят, что от стресса умирают клетки, здесь есть доля правды, потому что это гормональная буря. То есть хронический стресс, именно хронический, это очень вредно и для нервной ткани, в том числе, желательно иногда все-таки стряхивать свой организм кратковременным стрессом. Достаточно просто какие-то активные виды спорта, здоровый спор с кем-нибудь. Но хронический стресс это очень плохо. Его надо избегать. Если вы чувствуете, что он находится в состоянии прохронического стресса, меняйте что-нибудь. Спасибо. Ну я так в общем, что вспомню. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ